так упала батарейка сломана сломана одна защелка поэтому надо будет покупать новую батарейку еще раз ходит олег передаю тебе поедем мимо кремля ты сможешь сидеть вот здесь глубоко в машине я стекло открою и ты будешь слушать то есть камера будет писать и звук немножечко и разговор если мы будем беседовать и видеть хорошую картинку издалека ветер не будет бить по камере окно будет опущено будет хорошая картинка было хорошо обозревать окрестности василий а можно вас попросить быть диджеем и что-нибудь такое вот что вам кажется вот мне кажется что сейчас нужно обсудить нам с тобой бюджет квартира машина до нового года можно устроить круглосуточная работу внесение дежурства онлайн камеры x-city двигатель лиманского без удовольствия отлично сейчас так поедем музыку пожалуйста давайте чтобы были ритмы вот какие ритмы пожалуйста мы увидим и услышим музыку у тебя здесь есть музыка я зачем здесь ну я тебе говорю в интернете выбирать можно то что как бы надо я тебе там сейчас еще уже тут я течет этот звук не тот я не вернусь этим пещал мне для камеры этого достаточно пожалуйста потом профессионалу наложит качественный звук если надо сейчас я тебе дам 4g и бери из интернета а профессионалы посмотрят на какие ритмы на какие энергии ты какие профессионалы люди слушают ролики тысячи людей смотрят ролики ну каждым не себя профессионал зачем я работаю ты меня сейчас делаешь эту задачу это поставить фон вот и вот есть релакс это не надо релакс эти горы поедем мимо кремля речь идет о национальной стратегической безопасности запускаем устройство которым мечтали миллионы людей не дожили до этого момента ты мне предлагаешь это говно радиус слушать начал ты говоришь релакс какой релакс а можно катюш можно катюшу можно смуглям можно просто нужно посижу и буду отвечать тупо на вопрос сейчас сейчас ты что-то мне вот каких задач отдаешь я не понимаю каким музыку тебе поставить хорошо тогда так я включу музыку добро катюшу то без проблем вот пожалуйста точку доступа открыта сейчас мы будем ехать кстати можно прямой трансляции давай попробуем это же кабинет на колесах мы мало времени проводим вместе нужен микроавтобус нужен записываем стенографисты пишут в конце этого сюжета я попрошу стенограмму сделать за него тоже заплачу 1000 рублей и все это положу на стол инвестор у меня спрашивают на что нужны деньги в этом василий стоите в бюджете мне надо писать какие суммы на что в общем как это все решить локализовать понимаете как стационар развернуть кто за что отвечает чё катюш нашли нет внизу пищал кучу на этом на айфоне лучше не это у меня-то еще хуже зачем лучше население не не Алекс появился, помнишь? Я пью прежде всего за доме русского народа Плюхлякадуф Да, он мне писал Наиболее выдающейся нации из всех наций, вводящих в состав Советского Союза Я поднимаю тост за здоровье русского народа Потому что он засылал в этой войне общее признание как руководящей силой Советского Союза Среди всех народов нашей страны Я поднимаю тост за здоровье русского народа Не только потому что он, а только для хитрова Но и потому что он победил самым простым, стойным характером и терпением У нашего правительства было немало ошибок Были в нас моменты отчаянно в положении в 1941-1942 годах Когда наша армия отступила препятствовала В antsinida Вборавлюся В болтанье В Ленинградской области Прибалтике Порио-Звездка Приблиги Пагнитана Куда-то не областила Поэтому к другому назад Следует 費 В senhor Очигаете Что И Мы поставим другое правительство, которое запричит мир с Германией. Но русский народ не пошел на это. И он верил в правильность политики своего правительства и пошел на шарты. И он верил в правильность политики. И он верил в правильность политики. Девушка. Сейчас слева будет здание Рео Новости. Медленно поедем. Сколько бюджет елочки такой? 1200, наверное, 300, да? Измерим, да? Перед этим казачейством ставят, чтобы поставить, потом демонтировать. О, интернет. Показывает, есть. Что-то зависит. Хорошо, хорошо, хорошо. Да, кстати, он может закончиться. Рео Новости с Лео Валерой. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует... 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 О Сталине сегодня шла речь О мистике определенной Которую он заложил в город Москва Еще предлагается Василий, предлагается Пересесть На микроавтобус штаб-студия Квартироваться Либо в Икс-Сити Либо в гостинице Рядом с Икс-Сити Желательно и там, и там Иметь просто места Вот ты услышал это Дальше Когда готов поступить? Ну а дальше что? А жить на что? А квартиры что делать? А что жить тебе? А сколько тебе надо? Сколько ты сейчас имеешь? Почему меня там на поводок что сажать? Какой-то... Давай... Что значит на поводок? Нет, смотри, у меня есть квартира У меня есть квартира У меня есть квартира обязательна Что квартира? Какие у тебя обязательства? Алименты есть еще Сколько обязательств У квартиры? Меньше 15 тысяч Сколько? 15 15 тысяч? Хорошо Алиментов сколько? 10 Ну, 10 оплатил 10 Того 25 Так, вот все Эти вопросы Ну, какую квартиру можно сдать Там, не знаю, как Ну, будешь приезжать Квартиру нужна Гостиница сколько стоит? То есть, твоя квартира Это не только квартира Это еще и перевалочная база фактически Ну, так? Фактически Но Использовать именно эту жилплощадь Нежелательно Ну, уже были Ну, уже были владельцы Актива Ну, понятно, да? Да, не, ну Можно использовать Если надо Больше аккуратно То есть, нужно комфортное место Для хранения Для чего квартиры нужна? Те же там не бывает Там вещи у тебя лежат Ну, почему? Вещи, душ, одежды Ну, как бы Вещи, душ И какой-то личный уголок Который, ну, точно тебе Ну, правильно? Ну, да Ну, да Домой, что ли? Домой, что ли? Домой А, домой? Да А мы потом возвращаемся Да Ну, конечно Ну, что времени Тереть? Ну, если Тебе немало Мне видео еще Ну, что-то Я просто сказал, что Значит, Вась, смотри Я вижу, что Курировать работу В Эксити Круглосуточно Ну, быть в небе Мне это более, ну Мне это более эффективно, нежели ты Зарабатываешь в такси Понятно Время прожигают Просто тупо Вот Но мне нужно Донести до человека Который Из своей средств Будет отдавать Ежемесячно Понимаешь? Чтобы было Слышно Но также Мне нужен И список Потому что Он согласен Что у меня таких людей Ну, я говорю У меня коллектив Я дорогой проект Почему? Потому что У меня люди А команда Это очень дорогое удовольствие Ты же не один из квартир У каждого Конечно Поэтому я и не Не выдерни Не уезжу Я вообще Меньше обомнею Вот Но решается Сначала узкий круг Тот, который Непосредственно Круглосуточный ряд Соответственно Транспорт же нужен Мы Шлиманска Увозим Вот ты такой В такси А на что-то работаешь На глобальную волну Собственно Нужно создавать Собственный автотранспорт А не Арендовать Чей-то Валя Ты тоже Хотя бы Влезет Вот Поэтому Предполагается Микроавтобус То есть Сейчас надо столкнуться С той С точкой Но важно Сделать дело Которое ежедневно Будет приносить доход Что под доходом Понимается Действующее изделие Наша задача Сейчас повторить Прототип автора Зафиксировать результат В случае положительного результата В кратчайшие сроки Установить Собственную Промышленную линию Помимо того Что в мире Организуется Огромное количество Других производств И мы Этому способствуем И люди По франшизе Отчисляют нам Процент Но Для обеспечения Полной промышленной Самодостаточности И Самое Обоснование Для чего Эта площадка Нужна Это Экспериментальная База Для испытаний Новых прототипов Без промплощадки Экспериментальная Согласен Согласен Конфиденциальная информация Не смотри Начали с того Что гостиницы Столько-то стоит Транспорта Нет Сейчас хоть это Используем Я сейчас С ним согласовываю Своё видение Создание Коллектива Рядом с двигателем Лиманского Если Иксити Не согласна Чтобы там Жил персонал Ну мы не сможем Всех разместить Значит я инвестору говорю Рядом гостиничный комплекс Где можно и помыться И поспать И вообще В принципе Должен Как бы Люди Иметь возможность Но Вывозить твои вещи Сейчас И спланировать Ифоксити И других людей Это гораздо Более трудозатратно Нежели Проплатить Всем по аренде Ну образно говоря Это увеличивает Стоимость проекта Увеличивает В денежном выражении Что ему Аренды? Квартиры? Ну попытка экономить На копейки Так на гостинице Больше идет На квартиру Люди Пришли от метро Недалеко Но таким образом Ты не Ты не Применяешь Владельца площадки Да Обычные Деезды Есть другие Надежда Сюда Возьмите Наконец Под тотальным Видеонаблюдением Видят И это есть Договор Публичной Оферты Соглашательством Там Они видят Что я не направляю На площадке И решение Твоего квартирного Вопроса Это Решение Целой Ну Решение Кадрового Вопроса В определенной Системе И что Если нанимать Такого специалиста Просто со стороны Он выйдет В 10 раз дороже Образно говоря Ну даже С этой Точной Средней Необходимо Ну вот Потому что И поскольку Мы автомобиль Арендуем Тебя мы арендуем Базистически Меняется Мы арендуем Микроавтобус Просто на длительный Как бы срок Нам собственности Не надо Понимаешь Как бы это Держи Хлопоты И ты Становишься Ответственным По Передвижной Студии Штаб Но мы Используем Как штаб Что нам Привязываться К офису Там если Человеку У нас Встречу Человеку А у него Время Загружено Ничего страшного Мы его Подвезем Из точки В точку Мы К нему Подъедем И Шикарно Оборудован Штабе Побеседуем В прямом эфире Проты Пожалуйста Любому олигарху Предложим прокатиться С нами До Москвы С Руглевки Если Автобуса Будет Вестись Прямой эфир Ну Постоянный Трафик То Скорее всего Будет Очень много Звонков Приглашения Приезжайте Приезжай к нам Попьем Чай Кофе Конечно Какая Суть Проекта Глобальная волна Что Мобильные Корреспонденты Никарак Магомеда Доверенные лица президента Ездят по стране И дают прямой контент И в этом режиме Чтобы не говорили Что президент Не информирован Правильно Как есть Предвыборные Мероприятия Вот в Америке Там автобус целый ездит И айнананана Так же мы ездим Общаемся с простым народом Слушаем Выкладываем В режиме онлайн Видео То что говорит Девятов Нравственность Совесть Культура Образование Все это реализуется В передвижных Огипационных Просветительских Выставочных В микроавтобусах Обклеенная Глобальная ванна Ну обклеенная Не обклеенная Вопрос десятый Судива Функционал Это вопрос уже рекламы Просто не хочется отвлекаться А вы что с нас Светкой сухой Дай пожалуй В том же промашке Божите Божите Дальше у нас есть специалисты в области электрической части Их так же надо ставить на довольствие Так же надо думать о новогодних подарках Ну и премиальные Чтобы семья понимала Что Ну Вот Ну реально Как бы Признание Вот реально Что-то Охотник приносит Домой Добычу такую Понимаешь Как это Эти же образы Живут Живут Они абсолютно понятны Понятно что люди смотрят Эти ролики смотрят Члены семей смотрят уже О своих членах семей Потому что они их не видят целый день А где они такие Раз смотрят А Ничего себе А там такой движняк Там Выделяют средства Вообще Суета Люди Добровольцы приходят Ничего себе Ну Басаркин приехал Сегодня Басаркин попросил Связаться Семена Нет С Романом С генералом пограничных войск С Новороссии Вот Олег приехал С Новороссии На прошлом заседании Школы здравого смысла Шел разговор О социальном лифте Для Молодежи Ну и для молодежи Олег ты молодежь Олег тоже не молодежь У него уже Седина в Бородине Ну я молодежь У него Седина в Бороде А он все под молодежь косит Понимаешь Такая комсомоль Комсомольские работники Сыскарина Они же были там Блин По 50 Все молодежи Все правильно С кем общаешься Того набираешься Кто сейчас Надежда на молодежь Наши ровесники Все Они уже Запитонированы Мозги Далее Ну по большому счету Молодежь Они ищут Они Критичность мышления У них сейчас Что делать И как жить Дети Школьники Студенты Вот смотри Вот слева Вот Высокий Вот такой Микроавтор Понимаешь Там Да Быстро Мобильная Мわ Что Белый 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 Возможности зависит всего лишь только от наличия актива. И есть вера или нет, понимание, есть или нет. Это же все, понимаешь, гарантий нет никаких. В любую секунду вся эта канитель может остановиться самым волшебным образом. Василий, понимаешь? И это было. У огромного количества людей люди приходили поутру, все лежат на полу. Ну, как бы нормальный осмотр, что-то вывезли там, в общем, борьба с экстремизмом. Туда-сюда, по телевизору показали, что накрыли группу мошенников, которые вымогали у населения деньги, обещали вечный рай на планете, вечный двигатель и летающие тарелки. Ну, вот как бы банда, банда обезоруженных, главарь типа это. Эфирист. Ну, как бы идет следствие. Ну, может и такой банду. Любые возможности, да, конечно. То есть это еще такой самый плачевный банк. Вот. Но эту операцию придется проводить по всей планете. Понимаешь, в чем детективность сюжета этого детектива, накал страстей? Что когда в одной стране такое происходит, понятно. А дальше, что по планете энное количество подобного рода коллективов создают... Ну, точнее, филиалы этого движения в разных странах на планете. Ну, то, что я думаю. Как дальше развивается сюжет? Ну, мы же по ходу пьеса там столько выходящих показателей. Ну, там надо мобильно реагировать на... Вот у нас примеры. Что делаем сейчас? Сейчас 0 часов 15 минут. 11 декабря 0 часов 15 минут. В 9-10 мы с Сашей созваниваемся, забираем магниты, ищем параллельно недостающие магниты, и едем лакировать. Что значит лакировать? Мне вообще-то нужно делать трансляции, общаться, писать. Либо кто-то садится, либо кто-то встает на лакировку. Вот. Олег, Илья, ты, Саша, Володя... Работать надо. Вот, тебе работает. Ну, если жмёт, всё пипец. Конечно. Возвращаемся. Тебя жмёт, всё пипец. С удовольствием, там бы и сотками пришлифовал, бы красил, потом выкировал. Так. Но... Ты знаешь, что ты делаешь? А здесь просто утверждение времени, чтобы держаться в голову. Ну, вот у телёнка читал. Что? Ну, что там? Читал. Именно что это? В какой момент ты хочешь сказать? Вот, цитировать. Ты знаешь, сколько ты в день зарабатываешь. Ты видишь свои перспективы. Вот на ближайший месяц. Сколько тебе надо денег, чтобы ты сказал... Да, я... Всё, я завтра приступаю. В 9 утра. Сумма? 30 тысяч. 30 тысяч? 30 тысяч. Ну, квартира, алименты... Ну, и всё. Ну, и всё. Сколько ты даёшь времени мне решить? И без одежды. Я понял. Хорошо. Очень... Не знаю сколько. Ну, трясанусь. Ну, так вот. Опять же, квартира это общий ресурс. Общий ресурс. Ну, без топоров, конечно. А алиментам нужны и зарплаты. Вот. Ну, правильно, конечно. Алименты святое. Согласен? Ну, там же коммунальные зубы. Хорошо. Плюс 6 тысячи майки. Чего? Плюс ещё 6 тысяч коммунальные майки. Но переезжать, естественно, тяжело, потому что проект закроется. Непонятно, что дальше. А так, кажется, вообще на улице попробуй найти чего-то. Ну, первый раз понятно. Но еду в деревню ещё. Еду в деревню. Ну, а какие варианты? Не, ну, здесь я сейчас... Блин, я не могу, конечно. Соответственно, бюджет включаю в себя. Для желающих примкнуть к софинансированию. Виде никакое, что это аренда на длительный срок. Леона, Олег меня возьмет. Коттеджа. Коттеджа. Рядом с клиникой Купеева. Правильно. Правильно. Максимально выжимать ресурс. И студии. Где Василию будет предоставлена на длительный срок гарантированно оплаченная комната. Да. В хостеле. Это хостел. Позовём это так. Таким образом мы сможем минимизировать расходы на аренде квартиры в одно лицо. И решаем вопросы создания стационара, студии, лаборатории и микропроизводственной собственной базы. Потому что речь уже пойдёт. Речь пойдёт и удевается без движущихся частей. На что я хотел бы обратить внимание. И сложные металлургические трудозатраты будут отсутствовать. Ну или заготовки сделали в их сети. Либо полученный опыт и согласование тех процессов позволит нам по точно данным чертежам Я тебе говорю, что сейчас этот сюжет пишется. Там разница 6 часов. Он проснётся. Он послушает этот сюжет. И когда я проснусь, у меня будет ответ. Ну да, утром вечером. Поэтому... Включаясь Мугленко. Вот такие модели. А ты что-то включил? Давай включим. Давай. Давай. Да, Георгия Асланова. Подсчет и уважение первому стратегическому инвестору, который вложил больше 75 тысяч, он еще перечислил 20 тысяч Владимиру и выдал 5 тысяч на Газель, из которых 3,5 тысяч я потратил на Газель, а полторы тысячи честно проел или пропарил. Я даже не знаю, как бы, может быть, цветами подарил. За машину? Ты давал. За машину я давал. Ну, как бы, там уже все смешано, я весь свой доход, как бы, вливаю в общий контент. Да, вот и все свои ресурсы дублимали. Дублимали и жизнь, и длины. Вы, 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 вы... Вот, есть приятные сообщения для Георгия Асланова. Георгий Асланов, есть возможность компенсировать свои затраты. Инвестор готов перевести мне средства, чтобы я возвернул вам с глубокими, глубокими извинениями, что потревожили вас. Ни в коем разе, не оправдали надежд, предлагаем статус-кво. Бога ради, извините. Только больше не звоните. Нужна будет франшиза, заходите. Мы с вами обсудим. С глубоким уважением. Пригласим ленточку перерезать. В общем, есть предложение, я могу вернуть вам деньги. Олег Басаргин очень хочет с вами встретиться. Он говорит, дай мне шанс. Тебе шанс или ему шанс, Олег? То, как сейчас ты ответишь, зависит, будет ваша встреча или нет. Это частицы и волны одновременно. Это же физико-квантовое поле, это духовенство, это материя, дух в единстве. Это новое. То есть, давай сделаем новое. В общем, скажи, пожалуйста, ты можешь оформить взнос частного инвестора? Он озвучит, какая сумма полная, подведем баланс. Как это грамотно оформить через ту юридическую формулу, о которой ты говоришь? Короче, он затраты уже сделал. По формальному признаку я перед ним никаких обязательств не несу. Я ему ничего не должен. Запись существует, он все подтвердил. С моей стороны, жест доброй воли, прошу тебя подумать. То есть, он может сказать, либо деньги верни, либо оформи. Понимаешь? Твоя задача встретиться с Георгием и рассказать ему, ну, либо созвониться, по скайпу связаться. То есть, если он заинтересован, он берет... Воспользуется вашими услугами. Он звонит, и это, получается, договор оферты. Да, еще, если он возьмется оплатить ваши услуги. Я говорю, вот есть специалист, который может ваш вклад оформить. Ну, наверное, это как бы услуга там, ну, сами договоритесь. Ну, а вообще, он как бы на этом только и зарабатывает. Это его интеллектуальный труд. Вот, он мне потом расскажет, что-то как. Понимаешь? Это услуга. Олег, ты свою услугу продавать не можешь. Ну, порядочные люди так устроены, им сложно продавать свою услугу. Типа, а что такого подумал-то, рассказал, и что? И что, это денег, что ли, стоит, понимаешь? А здесь такая очень щекотливая ситуация. И сколько ты ни читай, и юридическое право, ты там эту формулу не найдешь. Только ты носитель этой формулы, которая позволит на веки вечной вписать род Аслановых в хронологию историю, да. Мы оставим разговор с ним, я думаю, он появится, глаза в глаза мы пообщаемся. И будет это в публичном месте, и там будет работать камера, потому что сейчас он мне руки немножко связал, он запретил снимать его и наши разговоры. А сейчас начинается виляние хвостом такое. Что бы этого ни было, мы встретимся публично и публично за чашкой чая, пообщаемся. Пообщаемся. А Олег расскажет о своем решении, предложении оформить это дело. Это будет обсуждено, это формула. Синограмма будет, я за нее тысячу рублей плачу. Это будет оформлено просто в виде оценки ГЧП, ГЧП, государственного частного партнерства, на новые продукты между физическими лицами России и Новороссии. Все. Но не только Новороссии. Это, ну, там, я думаю, что может быть еще и Китай, как партнер, то есть, ну, это скорее всего, скорее вероятно, потому что это, ну, интересный партнер. Здесь же еще необходимо разработать юридическую норму, которая не совсем понятна, как обобществление интеллектуальной собственности скрытого кадрового потенциала. Ну, как нету? Новый научный парадигма, она базируется на новой физической... Пока нет хозяйственного субъекта Новороссии. Причем тут Новороссии? Мы находимся на территории России сейчас. Ну, и что, ну, как бы, а он будет на территории Российской Федерации, то есть это будет российской, ну, как бы, российской предприятии, в том числе и российской, вот, который будет закон, работать по законам России управлять актив, активам Новороссии? Безусловно, да, но мотивацию надо искать у каждого гражданина России. Суть канала «Глобальная волна» это донесение до сведений, принятие к сведению, что каждый гражданин имеет право на совокупную некую штуку, которая производится всем государством. Ну, да, произвено в России. То есть все кричат, почему в России все граждане не получают долю от нефти. Справедливая, как бы, тема, справедливая. Но зачем нам бодаться за нефть, которая непонятно как контролировать, по каким счетчикам, как это все будут там легкое, тяжелое, там, пятое, десятое, рынком не мы рулим, и так далее. Зачем нам это надо? Мы перейдем в шестой технологический уклад, потому что они все эти годы скрывали, а сейчас это все проявилось. И одномоментно критическая масса людей начала это конструктивно обсуждать, политику партии и правительства реализовывать. И Владимир Владимирович четко сказал, в 1937 год чикать не будем. И Владимир Владимирович